Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал Уникальная Зоология. Мы рассказываем об удивительных особенностях живых творений. Инфузория туфелька известна еще со школьных уроков биологии. По сути, ее можно назвать наклеточным организмом. А интересное название она получила за постоянную форму тела, похожую на подошву туфли. Научное название инфузорий туфельки вот такое. Надо заметить, что иногда и другие виды инфузорий из рода парамеции называют инфузориями туфельками. Обитает туфелька в любых пресных водоемах со стоячей водой. Главное, чтобы в воде были разлагающиеся органические вещества. Длина туфельки составляет всего лишь 0,1-0,3 мм. Без микроскопа ее очень трудно разглядеть. Но современные электронные микроскопы позволяют изучить ее вдоль и поперек. Организм инфузории туфельки устроен гораздо сложнее, чем думали раньше. Мы не будем подробно рассказывать о строении туфельки. Обратим внимание лишь на некоторые особенности. К примеру, на поверхности тела инфузория расположено около 15 тысяч колеблющихся ресничек. Движение каждой реснички состоит из резкого взмаха в одном направлении и более медленного, плавного возвращения к исходному положению. Реснички колеблются примерно 30 раз в секунду. Они словно весла толкают туфельку вперед. Инфузория обычно размножается бесполым путем, делением на двое. Ядра делятся на две части, и в каждой новой инфузории оказывается по одному большому и по одному малому ядру. Все остальные недостающиеся клеточные органы образуются путем регенерации. Но у инфузории есть и половой процесс, который называется конъюгацией. Зачем же им нужен такой процесс? Такой своеобразный половой процесс является уникальной чертой всех видов инфузорий. Он имеет совершенно особую цель. Туфельки, относящиеся к разным клонам, временно склеиваются ротовыми сторонами, и между клетками образуется мостик из цитоплазмы. Большое ядро каждой инфузории исчезает. Малое ядро дважды делится. По мостику происходит обмен ядрами. После 12-часового процесса две инфузории расходятся. Это очень короткое описание. При конъюгации не увеличивается число инфузорий. Половой процесс ведет к перераспределению наследственного, то есть генетического материала. Это увеличивает жизнестойкость организмов. В реальности этот процесс происходит гораздо сложнее и сопровождается специальными делениями инфузории перед конъюгацией. Заглянуть за завесу невидимого, открыть для себя то, что без специальных приборов совершенно недосягаемо для человеческого зрения, это поистине увлекательно. Клетку можно назвать целой микровселенной. Как же должны влиять на людей все найденные знания о клетках? О чем они говорят вам? Можете ли вы видеть больше того, что доступно для человеческого зрения? Того, кто сотворил эту поразительную клетку? На этом все. Спасибо всем, кто смотрел видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok